Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Мой барынь уже начинает полностью меня ограничивать. Постоянно со мной на работу, развиваться с собой. Вечно куда-то ехать даже по его делам. У меня нет терпения уже и меня дико раздражает. И без этого я ему говорю, что хочу хотя бы побыть одна сутки часов пять. Даже когда мы сидим с подружками, либо приезжают и ходят с нами, либо постоянно поехали домой и забирают. Вчера я уже психанула и сказала не ехать домой ко мне. Так он приехал из того, что я не брала трубку. И встречала дверь в одиннадцать часов вечера. Как по-другому ему говорить я не знал. Он не понимает и не слушает вечные вопросы. Мы увидимся, когда увидимся. А ты что не заскучилась? И бла-бла. Я прямо говорю, что нет. И мне близкий фару тоже перекрыл. Что делать в таком случае? И почему такое отношение? Даже если я решу уйти от него, он так просто не отстанет и опять через Бибербарк начнет написывать и стать под дверью. Потому что даже когда я не отказал, он уснул. Смотрите. В первую очередь вам здесь стоит обратить внимание именно на то, что у него, я имею ввиду, у молодого человека, вашего, есть возможность вас забрать. То есть, изначально вам, вероятно, нравилось то, что нагружает вас такой, ну, заботой, таким вниманием. То, что, по сути, как-то вот ваши личные границы, вероятно, нарушаются. На мой взгляд, вас это устраивало, ну, раньше. Сейчас, понятное дело, нет. Сейчас, понятное дело, не устраивает. И, соответственно, нужно вам в первую очередь смотреть, каким образом и за счет чего вы в этих отношениях оказались. Вот. То есть, насколько вы уверены в цепи, насколько у вас простроены, скажем так, личные границы. Вот. Насколько вы, допустим, склонны или, наоборот, не склонны к чувству вины, например. Вот. Ну, если, допустим, мужчина, к примеру, как вы говорите, уснет, да. То есть, вот, ну, уснет и уснет, почему это проблема для вас, я имею в виду. Вот. То есть здесь, то есть здесь такой важный, на мой взгляд, аспект заключается в том, что вы, ну, вот, как-то готовы брать на себя ответственность за него. Вот. При этом, при этом вы не берете ответственность, да, за себя. Вот. Дело в том, что, ведь, помимо вашей стойкой, упорной позиции по отношению к нему, без надежды, на то, на то, что мужчина вас услышит и поймет. А вот, а мне кажется, что сильнее всего вам как бы мешает именно это. Мне кажется, что сильнее всего вам мешает как раз именно, именно то, что вы ждете от него, что он вас поймет. И свою позицию вы выражаете через надежду. Тем самым, как-то несколько меньше фиксируетесь на самой себе. И это вам довольно сильно мешает, на мой взгляд. Вот. Вот как-то так. То есть, я бы здесь предложил бы изучить треугольник Карпмана. Вот. Вы находитесь в позиции жертвы. Младой человек находится в позиции преследователя. Вам нужно увидеть свою жертвенность. Вам нужно увидеть, например, свои страхи. Вам нужно увидеть размытость как бы своих личных границ. И вам нужно увидеть бегство от личной ответственности. От взятого принятия на себя личной ответственности за то, что происходит. По большому счету. Вот. Вместо этого вы спрашиваете, что делать в таком случае? Почему такое отношение? То есть, как бы, что делать в таком случае? Что делать, чтобы что? А почему такое отношение? Это прямая направленность на него, на мужчину. То есть, не на себя, да? Не на то, что я хочу и могу делать в этой ситуации. А именно, именно, вот. На него. Прямая направленность на человека. В данном случае получается. Хорошо ли это для вас? Нет. Нет, нехорошо. Нехорошо. Для вас это нехорошо. Можно ли это исправить и поправить? Да. Можно. Для этого вам нужно выбрать себе психолога и начать над собой работу. На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. И двое, диматор. Где-то власти. Это заправило. В моем космике. Удачи. Продолжение следует...